Земля далёкого будущего спасена от великих бедствий благодаря упорству и труду человечества. География Земли и биология существ радикально изменились. Это новый мир. Новая флора и фауна, нетронутая руками человека тысячи лет. Вы рейнджеры, и вы дали клятву предкам, старейшинам и духу долины оберегать природу и помогать жителям. Дивный мир будущего откроется вам летом 23-го. Предзаказ игры рейнджеры 15 апреля. Итак, понедельник. Я вас с этим чрезвычайно поздравляю, и поэтому еженедельный выпуск новостей. Поехали! Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите новости на канале Geek Media, и начнём мы сразу с зарубежечки. Fantasy Flight Games анонсировали новую игру по Marvel. Называться она будет Marvel Dagger. Это кооперативная игра, где вам всем вместе будет доступно на выбор 20 персонажей, героев Marvel. Игра будет напоминать вам древний ужас. Вы будете бегать по карте, проходить тесты на кубиках, и в итоге вам нужно будет выполнить трестное задание, чтобы столкнуться с главным злодеем. Из антагонистов пока показали только Локи, но говорят, что будет гораздо больше. Настольная игра Забытые моря получит идейное продолжение в игре Freelancers. Только теперь вы будете не пиратами, а существами, готовыми взяться за любую работу на руинах фэнтезийного мира, некогда населённого людьми. Обещают опыт полноценной ролевой настольной игры за один вечер. От создания персонажей до кидания кубов и множественных выборов. Мастер не нужен, его заменит приложение, которое будет вести вас по одному из пяти сценариев с разветвляющимся сюжетом. По Терминатору выйдет настольная ролевая игра, а с дополнительной книжкой можно будет играть не только за людей, но и за перепрограммированных Т-800. На прошлой неделе к нам приезжали гости из студии 101, и мы как раз обсуждали, что в настольных ролевых играх можно играть почти во всё, что угодно. Вот теперь фанаты Терминатора могут лично отправиться в прошлое на спасение Джона Коннора. Кланг Legacy получит вторую часть, которая будет называться Darkest Magic. Как и в первой части, вы будете пытаться выслужиться перед корпорацией в фэнтезийном мире. Только теперь будет не чистый кооператив, теперь вы сможете двигаться по карьерной лестнице за счёт своих друзей, ну или оппонентов, как хотите, так их и называйте. Девир выпустит игру Иерусалим Анно Домини. В этой игре каждый игрок будет олицетворять общину, люди, которые желают посетить место Тайной Вечери и оказаться как можно ближе к месту, где сидел Иисус и его апостолы. Это игра на размещение рабочих, где вы будете отправлять своих людей в разные локации города, чтобы получать хлеб, воду, рыбу и единарии, а также карты, которые как раз и помогут определить, где кто должен находиться. Карты в игре, говорят, очень важны. А теперь такие немножко околоигровые новости. Minecraft получит DLC, в котором можно будет отправиться в забытые королевства. Новые скины, текстуры, оружие и 4 скина, причём будут идти с классическими навыками, ДНДшными, варвара, плута, волшебника и паладина. Остальные, может быть, добавят потом. Из DLC выносить за его пределы ничего нельзя, поскольку правообладатели Wizards of the Coast не хотят, чтобы их интеллектуальную собственность использовали в других частях Майнкрафта. Это значит, что бихолдера и мимика вы в свой личный мир не вставите, но это прям отличный повод поиграть с детьми в Майнкрафт, от которого они фанатеют. Сашка в отпуске, но я очень хитрый, поэтому я пригласил к нам ввести Kickstarter на этой неделе самого весёлого блогера в Рунете Чешира. Володя, привет! Привет вам! Давно не виделись и, наверное, вы уже было надеялись забыть этот нудный кошмар, известный ещё как новость Kickstarter от Чешира. Но земля круглая, история цикличная, а даже самые лучшие нуждаются в отдыхе, куда, собственно, Саша и отправился. Но не бойтесь, это ненадолго. Скоро он вернётся и вы ещё годик отдохнёте от меня. Ну что ж, приступим! Для начала я выбрал Kickstarter на игру маэстро сухофруктовых евро Штефана Фельда. Возможно и Стефана, но от этого евро мокре не станет. Итак, Queen Games выпустила сбор средств на бюджетную версию игры Марракеш из его серии про города. Вполне возможно, что это очередная переработка какой-то его старой игры, как некоторые другие игры серии, но мне этого неизвестно. Игра предлагает вам хорошо знакомый любителям Фельда салат из победных очков, получаемых разнообразными способами. В игре вы представляете одну из влиятельных семей города, которые соревнуются в получении престижа любым способом, чтобы в конце концов быть назначенными главным мюфтией города. Своеобразный титул религиозного и светского лидера, если не ошибаюсь, означает по сути главный судья. Основной механикой является одновременно и скрытый выбор действий. Действия вы будете выбирать через цветные токены, у которых цвет определяет конкретные действия, которые могут быть ими активированы. Всего действия в игре 11, что неудивительно для Фельда, и они будут давать вам возможность выстраивать разнообразные стратегии получения победных очков. В конце же все использованные действия, а точнее токены, которыми игроки их активировали, будут распределены обратно между игроками путем драфта. Таким образом, забирая или пропуская взять токены определенных цветов, вы определяете, что вам будет доступно в качестве действия в следующем ходу, а что нет. Раньше игра уже выходила в делюкс-версии, но по просьбе игроков, которым неинтересны делюкс-версии коричневых евро, издатель теперь предлагает игру в трех вариантах. Это Marrakech Essential за 69 долларов, Marrakech Classic с чуть более продвинутыми компонентами за 115, и Marrakech Deluxe с Uber компонентами за 170. Как и все игры Фельда, и это полностью языконезависимое. Если же желаете приобрести, то должны поспешить, так как Kickstarter закроется завтра, 5 апреля. Мандала Майнс На поле будут расположены 9 карточек мандала, которые герои созерцают в попытке постичь фокус и завершить медитацию. По этим карточкам будет передвигаться ваша фишка, и каждая карточка будет давать вам возможность совершать какие-то манипуляции с полем. Вначале каждая из 9 карточек имеет показатель смущения. Это то, что вас отвлекает от постижения духовного равновесия. Вашей целью будет за несколько раундов, 4 или 5, снизить смущающие факторы на всех 9 мандалах с тройки до нуля. Для этого вам и в помощь будут доступны и специальные действия. В игре, однако, есть и источник смущения, который в конце каждого раунда будет портить все то, что вы пытались постичь. В игре есть несколько сценариев для некого разнообразия, в которых у вас есть разные цели и разные условия проигрыша. Игра, за исключением правил, полностью языконезависимая и имеет походный, то есть карманный формат. Так что, если вам захочется помедитировать в поезде или на природе, она вполне подойдет. К сожалению, так как это инди-разработка, пока что заказать ее можно только в США. Но есть умельцы, которые избегают такие ограничения через посредничество фирм-пересыльщиков. De Divide et Impera, или Разделяй властвуй, снова вышла на краудфандинг на GameFounder с новым дополнением и репринтом базы. В игре мир замерз, а человечество почти вымерло за исключением разрозненных банд, которые кое-как выживают. Среди них, однако, есть одна, названная Pure Bread, или Чистокровные, которые благодаря своим продвинутым технологиям не страдают так, как все. Где-то на земле у них есть свой благоденствующий город, но никто не знает, где он. Они также охотно делятся крупицами своих ресурсов и технологий, но раздают их через определенные пункты раздачи, что приводит к борьбе разных банд за контроль над этими пунктами. В целом, эти технократы стравливают банды друг с другом, чтобы держать их в узде. В этом жестоком мире вам придется привести свою фракцию к успеху, сражаясь со всеми остальными. В результате у нас есть своеобразный скермиш на 2-4 игрока, в котором вы управляете юниты своей асимметричной фракции посредством карчек действий и стараетесь контролировать аутпост чистокровных, чтобы иметь доступ к рынку, на котором есть апгрейды для вашей руки, карт и разные здания от чистокровных. Хоть это и конфликтная игра, авторы утверждают, что она построена все целом на евромеханиках, то есть с минимальным влиянием случайности. А еще там есть 3D-ландшафт, правда насколько это имеет механическое значение, мне особо неизвестно. В рамках кампании можно приобрести все, что выходило до этого момента, в дополнениях, конечно же, новые карточки действий и асимметричные фракции с соответствующими наборами Minic. Полный комплект обойдется желающим в 279 евро, но, как я уже сказал, можно разделять и властвовать базой и дополнениями в любой комбинации по вашему желанию. Поехали в Японию. Или Let's go to Japan. Да, именно это предлагает автор новой игры от издательства AEC Josh Wood. Автор в 2020 году собирался поехать в Японию, но ковид скорректировал его планы, не только его. И он, поборов депрессию, сел и создал игру на базе своих планов на посещение разных знаковых мест в Японии, так чтобы и мы с вами, не выходя из дома, почувствовали весь колорит этой невероятной страны. Игра построена на механике драфта карт с разными мероприятиями, которые вы можете запланировать в своем путешествии. Вы будете брать карточки и распределять их в своем графике на неделю, располагая их в определенный день недели и в желаемой вами последовательности. Так, чтобы когда придет время осуществить свой план, вы могли как можно больше удовлетворения и меньше стресса получить от путешествия. А кроме этого и больше победных очков за выполнение уникального условия этого дня недели. Игра выглядит красочно и простой по правилам. Мне ее описание чем-то напоминает в погоне за счастьем, которое взяли на локализацию не за гамс, но скорее как ощущение, чем как правило. По сути игра языконезависимая, все действия указаны иконографикой, хотя есть и пояснение текстом. На множестве карточек есть короткое описание того, что на них изображено в качестве коротенькой справки о истории или описании той или иной традиции. То есть есть и образовательная составляющая. И напоследок для любителей почти что халявы. One Card Dungeon, Queen Returns, это дополнение к игре, которое распространяется исключительно в виде PNP. Дополнение вы можете приобрести всего за 3 доллара, а дополнение вместе с базой всего за 6. Дальше все, что вам требуется, это набор кубиков и принтер. Игра представляет из себя простенький Dungeon Crawler, в котором вы выберете класс героя и пойдете сражаться против зла в подземелье. Дополнение добавит к игре новой карты подземелий с новыми боссами. Ну и конечно же новые игровые классы. В целом ничего особенно оригинального, но игра карманного формата и очень дешевая, так что может кого-то и заинтересует. Ну и на этом все. Не уверен, увидимся ли мы на следующей неделе, так как это зависит от продолжительности отдыха Саши. Не болейте, а то с этими перепадами погоды. Ну и до новых встреч. Пока. Спасибо, Володь. Было очень познавательно и очень интересно. А перед тем, как перейти к новостям кикстартеров, я хотел бы сказать, ребята, большое вам спасибо за то, что поддерживаете нас на Boosty. Там у вас огромное количество, каждую неделю ваше количество растет. Мне очень приятно общаться со всеми вами в нашем чатике. И надеюсь, контентом мы вас тоже балуем, который у нас идет чисто на Boosty. Так что, если вы еще не присоединились к нам, присоединяйтесь, у нас там круто и весело. Новости от наших. В эти выходные в Санкт-Петербурге прошла большая конвенция для авторов и создателей настольных игр, которая называется Граникон. Конвент этот ежегодный, и в этом году Граникон проходит уже в девятый раз. В этом году мы ожидали некоторого спада, но напротив у нас количество авторов увеличилось до 200 человек, а количество проектов со 150 доросло до 240-250 примерно. И это, конечно, было определенным вызовом для нас, но кажется, мы справляемся. Что касается уровня проектов, я спрашивал издателей, и говорят, что вроде как все хорошо. Есть, конечно, определенные повторы, то есть авторы, которые заявляют проекты с года в год. Но в остальном радуются тому, как мы все-таки смогли научить людей делать более удобные комплекты для печати и чуть более понятные правила. Как Граникон 23? Граникон классный. Ребята очень постарались. Правила игры выглядят отлично. Типы выглядят отлично. Много новых талантливых авторов, с которыми мы хотим работать. Артем, что для вас Граникон? Это святой место. Это нечто, это такое пространство, объединяющее людей с общей идеей. Это просто... Граникон – это прям хорошее место для общения и чуть ли не единственное такое мероприятие, кроме Geek Media Awards, в котором можно увидеть прям весь цвет индустрии, пообщаться, и в том числе в неформальной обстановке. Вот сегодня мы идем на автопати, будем общаться, обсуждать, перетирать между собой. Граникон для авторов – это возможность показать свои проекты сообществу и возможность договориться с издателями. Туда приезжают и издатели, и авторы, и зрители. Ну, в смысле, игроки, которые хотят посмотреть новиночки, которые, возможно, будут выпущены на русском языке. Только что заметил, что вы выходили из комнаты издателей. Вы показывали какой-то проект? Да, я показывал у нас новый разработчик с коллегой. Приятно, что проект вызывает интерес издателей, и будем работать дальше в этом направлении. Ну, а для издателей это возможность подыскать себе интересные проекты среди игр отечественных авторов. Мне самому лично очень приятно, что мероприятие каждый год растет, и на этот год на конвент приехало по 200 авторов, и они представили больше 200 проектов. А издательству стало удобнее работать или сложнее из-за того, что увеличилось количество проектов? Дольше. Больше времени надо теперь потратить, чтобы это все посмотреть, но это время, которое мы тратим не зря. Можно ли судить, что уровень авторства на Граниконе в этом году вырос? Я считаю, да. Я редко такое говорю, но прям в этот раз я прочувствую, что подтянулись. Хочется всех хвалить. Что же такое Граникон и что там происходит? Граникон — это конвент, на который могут приехать большое количество людей, и там проходит авторская игротека, где можно попробовать разные игры в разной степени подготовленности. Еще там проходят лекции и круглые столы с авторами и издателями, и там можно узнать о разработке настольных игр и, в принципе, о геймдизайне. Ну а в последний день Граникона традиционно проходит так называемый Game Jam. Это конкурс по скоростной разработке настольных игр, где все желающие делятся на команды, и потом за короткое время должны придумать и разработать настольную игру, дать ее другим возможность опробовать и, возможно, получить за это приз. Советы начинающим авторам? Играйте в современные игры, общайтесь с другими авторами, потому что и то, и то позволяет вам делать что-то конкурентоспособное. Помимо классной идеи, которая у вас уже есть, ее надо еще облечь в ту форму, которая будет понятна игрокам и издателям. Поздравляем вас, ребята, с победой. Расскажите, что вы испытываете и как долго вы к этому шли. У меня на самом деле... Неописуемая радость. Я все еще не очень понял, что с нами произошло, если честно, потому что это 4 года. Это неописуемое чувство того, что труды могут вознаграждаться, людям нравится твое творчество. Ради чего бы я это все делал. Ребята, мы вас поздравляем, желаем творческих успехов, чтобы все, все в России наконец-то увидели вашу игру. Всем всего хорошего. Спасибо, мы тоже этого же делали. Спасибо. Короче, если вы интересуетесь геймдизайном и хотите посмотреть, куда идет его отечественная часть, и при этом почему-то не были на Грани-Коне в этом году, в эти выходные, готовьтесь к Грани-Кону следующего года. Итак, в далеком 2016 году увидела свет первая коробка серии Exit Quest. И называлась она Exit Quest. Заброшенный дом. Она очень понравилась игрокам, и вот к пятилетнему юбилею ее авторы Инкус и Марка Брант подготовили новый выпуск, который называется Exit The Game The Return To The Abandoned Cabin. Издательство Звезда выпустит его на русском языке под наименованием Exit Quest Возвращение в заброшенный дом. Там вы вернете тот самый дом, но загадки все будут новые. Не успели еще остыть подробности первого дополнения к новому Десенту, про который я рассказывал на прошлой неделе, а тут Хобби Волт анонсировали локализацию второго акта. Ждем цены сроков, а мне лично пора пока допроходить базу. Никак мы не пройдем последний сценарий. Если хотите узнать, что будет в дополнении, посмотрите прошлый выпуск новостей. Еще на прошлой неделе на Крауд Репаблик стартовал предзаказ на новое сюжетное дополнение к зомбициду, который называется Форт Хендрикс. А с ним сразу дополнение с новыми отродьями, и это будут городские легенды, новые выжившие и коробка зомби-солдат. В среду мы вам покажем все это в действии. Бор Цепелин продолжают анонсить и анонсить новые локализации, и в этот раз они анонсировали Jagged Alliance. И вот сейчас у многих должно было свести оунскулы. Нет, настольная игра не такая тактичная, как ее компьютерный аналог, но все равно позволит вам взять под управление отряд наемников, которые вам точно будут знакомы по цифровой версии игры, а потом вы вместе с ними отправитесь очищать рулька от диктатуры. Это кооперативная игра, которая играется как компания. Ну и зная Бор Цепелин, можно предположить, что все допы тоже будут. Низа Гамс открыли предзаказ на игру в жизнь, которая называется «В погоне за счастьем». У нас на канале есть на нее и обзор, и запись стрима в открытом доступе. Там мы, кстати, с Ильей Мурсиевым вместе играли в эту игру. Посмотрите, это интересно. Крауд Геймс анонсировали локализацию игры Вердант. Это слегка головоломная игра на карточном движке, где вы будете обустраивать свой личный домашний садик. Располагать растение так, чтобы всем растениям хватало света. Игра от создателей каскадии, и основная механика выбора пары карты и жетона и выкладывания их будет вам знакома. Это все на сегодня. Если интересно, посмотрите наш стрим, где мы играли в «Как воскресить лича». Это было очень смешно, это настольная ролевая игра. А если хотите познакомиться поближе с погоней за счастьем, то вам сюда. Всем пока. С вами был Юра. Вы смотрите «Гейк-медия». Субтитры создавал DimaTorzok